Всем привет! С вами Дмитрий Клюйков и Игорь Укьянов издательства Pro War Games. Сегодня мы представляем вашему вниманию важное событие в нашем издательстве. Дело в том, что в продажу возвращается наша самая первая игра. Прогнозируем, что возвращается ненадолго ограниченный дополнительный тираж. И не просто дополнительный тираж, а второе издание. Об особенностях этого второго издания мы вам и расскажем. Но начнем, как всегда, с самого главного. Игра продается за 5000 рублей. Что входит в состав второго издания, мы вам сейчас покажем. Battle for Germany. И еще важный момент. Для всех владельцев первого издания Battle for Germany, нашего издательства, которое они приобрели у нас, для продажи доступен апгрейд пэк, который включает в себя новую карту, новый буклет правил и новую обложку. Это наш подарок тем, кто поддержал нас в самом начале. Всего за 1000 рублей вы получаете эти три новых компонента второго издания игры. А сейчас мы постепенно... Но торопитесь, их число еще более. Мы печатали совсем буквально несколько штук для владельцев первого издания, кто захочет прокачать свою игру до новейшего издания. Иметь, например, второй карту таблиц, буклет... У кого как произносилась карта, количество партий... Буклет, в котором мы исправны... Опечатки и неточности, которые мы нашли в первом издании. Вот. Погнали. Погнали. Карта. Битва за Германию. В этот раз отрисована. Это не очищенный скан, а отрисовка. И буквально несколько штрихов. Отличий от оригинала. Это выведение немецких укреплений вместо значка на границу, чтобы фишка не закрывала. Второе нововведение – это легкая подсветка областей расстановки союзников светло-зеленым и советских войск. То есть, идея была в том, чтобы... Это, как бы, идея, позаимствованная из оформления Марка Мохаффи «Баланс оф Пауэрс», чтобы войска, как бы, сдвигали, вот, теснили эту темную область, сдвигали границу. Что еще можно сказать? Да, и, как бы, улучшенная последовательность хода, да. И цвета, выбранные для печати. Да, на темном фоне. Вот, и любопытный момент. Мы обратили внимание при работе над картой, что логотип размещен в функциональном. Это, вот, конечно, гений Редмонда Сайбенсона. Я, честно говоря, до этого не обращал на это внимания. Но вот это бокс для уничтоженных союзных войск на Итальянском театре военных действий. То есть, вот настолько функционально Редмонд Саймонсон использовал густ-карты. Ну и приятным нововведением будет подсветка, пополнение на пополнение. Вот такая вот карта. Она такая же, только лучше. Она еще на бумаге нового стандарта. Да. Первый печатал немного на другой бумаге. Не помню уже. Мне кажется, тоже была... У нас только Вернсборд был на попол... А, да? В июне 22-го года были до перебоя с бумаги в стране. Ну, печать на бумаге отличного качества. Вот с такими улучшениями дизайна. Начинаем. Плата фишек для тех, у кого нет первого издания, точно такая же, как и в первом. Да. Кстати, вообще повезло, честно говоря, со вторым тиражом. Просто мы были молодые и неопытные. Наша первая игра. И первое, что мы печатали, это фишки. Первое, что мы печатали, это фишки. И когда мы получили тираж, мы ужаснулись их количеству. И напечатали меньшее число. Меньшее число остальных компонентов. Тем не менее, как бы дали себе слово, что как только мы продадим все, мы допечатаем, то есть реализуем эти фишки. В общем, такая вот возможность представилась вам. Игра целиком была распродана полгода точно назад, а то и раньше. Мне кажется, в начале осени 23-го года вы продали последний экземпляр. Сейчас у вас есть замечательная возможность купить себе эту игру. Да, еще немного экземпляров осталось. Да, и мы переработали в рамках продолжения русификации. Единственное, получается, у нас англоязычными элементами остаются карты и фишки. Мы стим себе надежды продавать эти игры за границу, скажем, в Китай. Да, логотип русский появился на обложке и на букве эти правил. Да, да, потому что мы обратили внимание, что многих пугает наше уверение. Игра с переводом, пометка «Есть перевод», перевод на сайте, все равно ведь там низкие буквы им страшны. Или они думают, что там будет какая-нибудь ксерокопия распечатка, что это локализация даже не верится. Поэтому мы... Да, таблицы также практически без изменений. Ну, там, может быть, какие-то отпечатки максимум были исправлены. Нет, мне кажется, ты просто оптимизировал, вот так вот, скажем, и формулировки некоторые, да. А так, нет, опечаток не было нигде, просто так была оптимизация формулировок и расположения. И буклет правил. Да, здесь у нас была одна опечатка, ее заметил Михаил. Да. Одну фазу пропустили в последовательности ходок. Сейчас мы ее выделили. Одна опечатка. И мы устранили очень интересную неточность. Да, ну, так ввели уточнение. Уточнение, да. О том, что Берлин не является городом с точки зрения правил игры, а является отдельным видом местности. Да, это все изменения. Ну и опять, улучшена верстка просто из-за роста мастерства нашего верстального отдела. Вот, собственно, и все. Снова в продаже чудесная игра, тираж, который был продан достаточно быстро. Да и сейчас мы допечатали немного, торопитесь. Прям, ну, как бы это не угроза, это просто, ну, констатация факта. Мы предупреждали. Если у вас есть первое издание нашей игры, то вы можете его улучшить до второго. Всего за тысячу рублей. Если есть первое. Да, если у вас нет первого издания, то вы не можете приобрести этот апгрейд пэк, к сожалению. Потому что вам нечего улучшать. Он поэтому называется апгрейд пэк. Спасибо за внимание. Ждем ваших заказов. Игра стоит 5000 рублей, апгрейд пэк 1000. Всем пока.